У меня 18-летняя дочь, и мне приходится очень часто ходить экспертом на разные каналы телевидения. Могу сказать, что еще 5 лет назад мне казалось, что наше телевидение идет к упадку, и что какой канал не включи, это приносит моему ребенку только вред. Сейчас резко изменилась ситуация. Мне кажется, довольно много интересных ток-шоу, которые несут уже довольно правдивую информацию, и любая подача любой новости рассматривается со всех сторон, и не только однобоко. Мне нравится второй канал сейчас, как работает. Быстро, слаженно, современно, сиюминутно. Нравится то, что приглашают экспертов и молодых, и среднего возраста, и пожилого. И мы можем смотреть с разных сторон на ситуацию. И как думает батюшка православный, и как думают другие конфессии, скажем так, других религий. Вижу, что очень много созидательных семейных программ стало. Тот же самый первый канал с той же самым «давай поженимся», да? Говорят, хорошо ли, плохо ли, но рассматриваются довольно реальные истории жизни, и рассматриваются опять со всех сторон, и со стороны людей, и со стороны друзей, и со стороны ведущего, и со стороны паранормального какого-то человека, и из вековых традиций через розу. Мне кажется, что сейчас телевидение учит людей созиданию. Так много разрушений везде, что все программы, которые несут пользу, начиная от образовательных и заканчивая современными о жизни, о быте, о том, что профессии можно выбирать. Я сейчас смотрю «Мир» очень много полезных. О русском языке программ, на культуре много чудесных программ. Мне кажется, что если я хочу воспитывать своего ребенка телевизором, нормальная мать может найти на нескольких каналах чудесные программы. Звук соседей.